здравствуйте друзья у нас вопрос о духовности не фухры-мухры вот поговорим за духовность значит говорят что где-то там опрос прошел и вот по результатам опроса значит жители российской федерации пришли к такому заключению что при ссср духовности было больше но даже сейчас по сравнению с западом в российской федерации духовности больше и вот значит как это вообще спрашивать что с духовность такая и как у нас тут на западе вообще с духовностью вообще вот тут ну имеется ввиду чтоб я там как-то поделился своими соображениями значит я я бы вот что сказал первую очередь все-таки духовность так уж сложилось что духовность и такой идеологический продукт продукт одно одно из орудий там холодной войны одна из пропагандистских мулек использовавшихся советской пропагандой единственно что я вот только может быть уточню что если в целом духовность это как бы такое религиозное понятие то коммунисты духовность немножко пересобачили на такой не религиозный манер и вот и духовность равственность да вот что что нравственно вот нам нас так учили нам говорили что нравственно то что в интересах пролетариата понимаешь как вот это в год не хорошо вроде бы убивать там людей за то что они с тобой скажем ни одной точки зрения придерживаются вот разных как бы не хорошо за это убивать но в интересах классовой борьбы да это же все классовая борьба в интересах пролетариата это же классы да вот есть приклад пролетариев есть класс там буржуазии вот в классовой борьбе нравственно то в интересах класса пролетарского а кто решает что в интересах пролетарского класса а там есть пацаны вот пацаны это втюхивают и пацаны определяют а они типа имеют научное знание и вот это как же маркс живут да это все научно это же не просто так вот от балды вот у них маркс у них там энгельс у них там адам смит там еще всякие люди и вот они точно знают что значит будущее за пролетариатом поэтому все что это будущее приближает в частности физическое истребление представителей других классов значит особенно враждебных но они решили что враждебные они им мешают значит вот они враждебные вот это собственно мы имеем в чистом виде вопросы духовности и нравственности вот то как как они реально применялись на памяти вот на моей например я уж не говорю там про родителей наших вот ваших там дедушек бабушек да когда с лагерями с посадками там 10 лет без права переписки когда миллионы людей отправились на тот свет потому что были не того классового там неправильного класса я считаю что апогей этого был в камбодже когда я боюсь цифрами там что-нибудь напутать но грубо так да вот скажем из пяти миллионов населения там два мотыгами забили до смерти чтобы пуль не было расстрелять так они мотыгами сельхозорудием они их убивали потому что нету места в светлом будущем вот этим вот бездуховным хуже чем бездуховным они неправильной духовностью понимаете у них еще какая-то совсем нехорошая буржуазная учитель учитель это же плохо он же образованный священник не дай бог это вообще смертельное дело вот эта духовность значит духовность всегда скармливалась ну как сказать ну с точки зрения вот тех кто кормит значит смотрящих кормящих скармливалась быдлу потому что быдло на духовность хорошо идет например вот освобождение гроба господня от неверных из рук неверных 4 крестовых походах вроде бы идеологическая такая почва да гроб господин в руках неверных несколько раз 4 раза всю европу финансово перефигачили так а сколько народу полегло вы знаете это нужны идейные какие-то мотивы мотивы идейные мотивы дают быдлу потому что те кто выше они как бы в позиции манипулирующих значит они решают вот как как народу вот объяснить да как их на свою сторону привлечь как их отвлечь от того что мы натворили да и свалить на там других кого-то вот как объяснить народу что допустим там я не знаю обвал экономики да так это же происки бездуховные вот эти там бездуховные да у них там происки а мы духовные у нас естественно экономика обваливается не потому что власть ворует и там в миллиарды миллиардами держит деньги на счетах в иностранных банках в советском союзе духовности было больше потому что в советском союзе власть хоть она и была тоталитарная и довольно поганая но она хотя бы не воровала в таких масштабах она хотя бы вот эти идеологи руководители идеологии люди которые духовность так предлагают всем как бессмертную ценность так неприходящую эти люди хотя бы не имели много миллиардных счетов за рубежом так а сейчас имеют сейчас духовность для тех у кого отнимают физическое человек по дизайну своему как сказать по созданию своему как бы он двояк да у нас есть физическая основа и у нас есть идейная духовная основа правда мы же мы же не просто вот как допустим там зайчик или белочка у нас еще есть духовная составляющая мы созданы по образу и подобию по образу и подобию вы посмотрите как американская конституция вот первые слова она говорит что all men are created equal ну как интересно created они не рождены равными они созданы они сверху созданы и у них у всех есть неотъемлемые права которые даны по рождению от рождения даны сверху не царем даны не церковью даны не кем они они богом создателем данные эти права их нельзя отнять потому что царь может изменить решение там дума может переголосовать или там сенат или там конгресс а это отнять нельзя и вот мы созданы физическими и духовными и вот идет постоянная как бы борьба вот этого одного начала с другим началом они как бы взаимодействуют и тут как сказать а для чего вообще человек в эти мы упираемся вот а для чего вообще человек для чего жизнь для наслаждения человеку жизнь дана чтобы получать от него наслаждение и физическое и духовно физическое наслаждение в отличие от духовного оно кратковременно но вот покушал там вкусненького да и хорошо вроде но но это недолго надо снова покушать и снова покушать и опять покушать и кроме того вот умер человек да и и закончились его физические наслаждения а допустим душа она вечно значит душа от человек душевно работая он сливается с богом он при как приближается к богу это высшее наслаждение какое-то по может быть дано человеку потому что человек это больше чем физическое это духовно и вот фактически духовность как бы в религиозном смысле это то насколько человек близок к богу насколько он проживает свою жизнь как бы в бога угодном таком ключе но дальше что получается есть вера есть бог есть вера бога а дальше есть учреждения называется церковь опана и сразу мы получим появляем появляются люди да да которые говорят значит так бог хотел вот этого 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 это не богу угодно значит там каких-то евангелий пачка значит так эти уничтожить эти четыре оставляем те уничтожаем так это что там гроб не в тех руках значит так война это чего это это царь ну царь это царь царь это наместник божий и дальше забыли веру забыли то забыли все продают индульгенции за бабки просто поэтому вот как только учреждение появилось так и закончилась вера и и загнали загнали там я пуске там загнали куда угодно нет больше веры кому нужна вера когда есть учреждение кому нужна духовность когда есть учреждение по духовности знаете и вот значит есть какие-то ну формальные что ли признаки которые исторически использовались для понтов потому что духовность человека она внутри него вот вот насколько он близок там в каких он отношениях с богом да с нравственностью там и так далее это его это между ним и и богом это не то что он должен кому-то там доказывать или там на отчетном собрании там ему должны по духовности ему должны там отметки поставить но как только это выходит в общество как только это выходит вот куда-то и вот начинает обсуждаться значит ну какие признаки духовности вот да но мы же понимаем это же не совсем материальное это как бы это надо материальное и это вот он там музыка это духовная ее нельзя скушать правильно из изобразительное искусство вот можно стать в музею картины и смотреть но это когда ты сам смотришь ты вот сам одну ты можешь обсуждать вот ты можешь быть как бог я сегодня смотрел там не знаю мадонну рафаэля я час смотри боже какой художный а я я утрирую я так значит гротескова но это духовный человек он значит там увлекается музыкой там литературой поэзией потом вот можете пушкиным увлекаться это так а если вы там я не знаю и кем-то таким более изысканным таким найти для узкого круга для эстетов это вообще это растопырился это щеки надул и всю свою жизнь в сортир спустил даже кроме понтов ничего не было и вот это духовность то что то что то что нам предлагалось как духовность в этих поэтому другой один из как сказать переводов этого слова на практический язык это понты дешевые мерзкие опустошающие жизнь человека понты в частности значит то что там допустим вот российское общество более духовное чем общество западное это понты дешевые лживые направленные на то чтобы очередной раз обмануть и под видом духовного и хапнуть еще раз физического вот эти вот которые сверху стоят и миллиардами грабят у них то нет духовного у них духовно только для вас вот для тех кто там вот у кого отнять надо незаметненько чтобы они там еще и чтобы они еще поаплодировали и кричали о своей духовности вот и вот и вся духовность так что я я в прикладном плане в прикладном плане когда слышу слово духовность я сразу какую-то гадость ожидаю это хотят украсть но надо не забывать что есть люди помимо зло намеренных есть люди просто отмороженные тоже на всю голову они есть экстремисты поэтому у них своя духовность какая-то вот чистая коммунисты которые могут уничтожить абсолютное количество людей не неважно какое любое вплоть до членов собственной семьи потому что они идейные фашисты которые могут уничтожать там себе подобных потому что они идейные религиозные фанаты абсолютно любого плана я не хочу даже пальцем там тыкать сейчас принято вот там в этих исламских фундаменталистов там пальцем тыкать христианские отморозки религиозные уничтожили столько людей и залили землю кровью так что мусульманским фундаменталистам не снилось просто они сюда же в голову не могут вместить сколько сколько зла и сколько крови было пролито просто вот идейными христианами по вопросам вот значит у нас сегодня там за тема духовность вот не той духовности эти вот наша духовность а вот у их там не та духовность сколько они грохнули мусульман сколько они еврейской крови провели что реки в европе красные были и и нормально смотрят вот они сейчас уже такие тихие вроде стали сколько лет прошло духовный очень так вот я к чему говорю что помимо духовности суррогатный такой вот которая подсовывается для того чтобы гробануть вот этих вот одухотворенных значит значит помимо этой духовности в есть есть духовность отмороженная есть духовность как бы сказать связанная с уничтожением себе подобных не не чтобы гробануть а чтобы даже я я вот не знаю как как вот без такой безъявной физической цели там как бы цель чисто духовная я помню мао цедун ну так помоложе нет но он же не был молодым конечно значит мао цедун он был в претензии к советскому союзу что вот тот не хочет ядерную войну развязать и покончить с миром капитализма и он говорил что пусть в ядерной войне погибнет 90 процентов населения планеты говорила пусть но оставшиеся 10 будут жить при социализме ну то есть он считал что в этой войне победят обязательно китай советским союзом пошел их население больше на день на из каких соображений вот так что коммунисты то есть столько столько зла сколько коммунисты принесли я даже не знаю со своей высокой одухотворенностью не знаю я я не хочу разбирать скажем так текущие политические преступления особо одухотворенных сегодня кто вот так на этом рынке приторговывает вот время пройдет и как бы все на свое место встанет значит я хочу сказать что если слово духовность сегодня употребляется вне религиозного контекста если это не обсуждение вот там среди верующих а если это выносится на общественное такое на публичное если идет сравнение духовности вот наше общество более духовное то общество менее духовно я например в сша вот за четверть века я не слышал даже я ни разу не слышу такие категории вообще как-то обсуждались но если вы слышите это хватайтесь за пистолет ну я утрирую я в том в том смысле что понимаете что это не хорошие люди это идет какой-то кидалово в соединенных штатах если мы посмотрим не 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 говоря о духовности здесь другое здесь гуманитарная вот они год надо надо срочно спасать там кого-то вот тут спасателей там спасать где-то то ли в африке спасать то ли там еще где-то спасать в ираке там я не знаю и и из таких гуманных гуманитарных соображений там кто-то кто-то страдает какой-то злой режим там кого-то значит куда-то загоняет слава богу режимы взлых тут сколько хочешь есть вот и когда говорят надо срочно кого-то спасать значит у меня например такая сразу реакция я бы где-то тут баблом пахнет вот где-то тут сейчас начнут что-то такое растаскивать потому что под гуманитарные цели украсть легче чем под цели такие сугубо экономические да то есть говорят давай там очень я не знаю день там какую операцию проведем и потратим там на 10 миллиардов вооружений а к этому тогда компании которые производят еще на 10 миллиардов вооружений они смогут заработать и так никто не скажет потому что если если так прийти и сказать то скажет а вы эти компании слава богу и так неплохо зарабатывают но и всех нафиг так так не продается так так вооружение не продаж а вот если какая-нибудь гуманитарная акция какая о ты смотри сейчас можно значит там заработать вот поэтому с опытом жизненным я не знаю вот вырабатывать какие-то вещи когда ты начинаешь по-другому смотреть на 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 что-то и как выиграть может быть скажем так тебя легче немножко слоя здесь когда тебя сложнее там одурачить или там обмануть или как скажем ввести в заблуждение да но нельзя же 10 там раз подряд наступать на одни и те же граммы должны быть какие-то разные может быть грабли я не знаю и вот я как постарше как бы вот у меня с возрастом развился некоторые такой цинизм в отношении вот этих всех вещей и я сейчас я извиняюсь тут паркуюсь я к таким вопросам как духовность отношусь с большой настороженностью это либо черносотини с какой-нибудь так либо какие-то коррупционеры которые наняли черносотинцев или там поповщину или там кого-то вот из этих для того чтобы чем такой наворовать я из области духовности вспоминаю замечательный случай когда в 90-е годы плохо был там экономически все понятно и президент ельцин чтобы помочь русской православной церкви ну то есть духовному началу он там им разрешил беспошлино ввозить в российскую федерацию водку и сигареты вот это я думаю иллюстрация духовности и вы каждый раз как пусть и слова духовность вот вы вспомните об этом и тогда станет понятно о чем речь счастливо